Всем привет! Это канал Курага и с вами Женя Огурцова. Сегодня, ребята, я без Лены, я с Лидой. Мне обязательно нужны блондинки рядом, я прям не могу иначе. Я тот самый человек, у которого абсолютно нет чувства вкуса, но правда, я это понимаю. Кстати, 70% из тех, кто считает, что эти стильно одеваются, ребят, тоже вкуса нет. Поэтому, собственно, я сегодня с Лидой. Лида стилист. Мы сейчас вместе пойдем подбирать мне одежду, нормальную, красивую, чтобы я вот на 30 лет, а не на 15. Самое главное, что мы будем делать на рынке. Да, ребята, даже на рынке, на садоводе можно одеться очень круто и недорого. Давайте посмотрим. Мы зашли смотреть ботиночки. Блин, такие прикольные. Да, они хорошенькие. Ну, где другие у меня другие, молочный цвет. Очень хорошие, на весну мне кажется, очень здорово. Да, они такие текстильные. Блин, я вот прошла мимо. Сейчас понимаю, что шопинг со стилистом – это шопинг для тех, у кого нет времени. Потому что я вообще хожу тут, знаете, ну, типа, как рыбка. А Лида просто заходит в какие-то определенные места, он уже все знает, и просто, там, достала джинсы, говорит, вот это тебе подойдут. Я мерю, они реально сели идеально, хотя я бы себе такие никогда не купила, потому что, не знаю, не вижу я вещи, поэтому у меня уже есть ботинки, уже есть джерсы. Лида смотрит мне пальто. Знаешь, я заранее строю маршрут обязательно, то есть прокладываю, чтобы мы не зря не тратили время. Ни ваше, ни мое. Как она торгуется! Это просто какой-то пипец. Мы купили шикарное пальто за 2 300, которое магазины будут стоить… Наразу были за 2 200, мне сейчас 2 200 должны были купить. Короче, это пальто, не знаю, в магазине будет стоить точно 1112. И Лида меня очень много водит именно по тем точкам, в которых закупаются всякие шоу-румы. Сейчас мы пришли посмотреть костюм, по-моему. О, какой классный костюм! Да. Я думаю, что с ботинками как раз вот на весну будет очень прикольно. Мы добавим сюда что-то такого молочного или какой-то акцент тоже светлый. Обувь будет, и я думаю, ты там такая будет. Мне же так нравятся вот такие вот юбочки. Ну так хочу такую! А ее можно носить с маленьким ростом, такую юбку? Конечно, это безусловно. Здесь нет такого, что сожрет там рост или что-то. Но если вы сомневаетесь, да, в такой длине, то можно надеть вот большой паблучок, и вы будете чувствовать себя уверенно. Но вообще все, все дело в голове. А сколько у нас, Людмила, вот эта юбочка? 150. Вообще не успеваю снимать, потому что мы с такой скоростью просто тратим бабки. Мы столько всего накупили, вот у меня куча пакетов. Лида еще несет мои пакеты, да. И это все еще пока меньше 10 тысяч рублей. Хотя у нас уже получается луков, один костюм, второй костюм, джинсы, юбка. И мы сейчас идем за платьем. Короче, мы просто, я думаю, мы сделаем пару образов красивых, а мы, по-моему, меняем у меня гардероб полностью. Чему я очень рада. Надо места знать. Одно, и тут ходить бесполезно. Вообще я, наверное, через следы на веки вечные стою. Здесь вообще вот эти вот ряды. Здесь одежда из Польши, Италия, она, конечно, подороже. Но она намного презентабельнее, да, такая более нарядная, не китайская. И ждать, что она здесь будет стоить 3 копеек, как бы не стоит. Хотя, смотри, 500 рублей. Ну, это да, это раскладок, блин, там такое. Можно найти распродажи. Да, вот такой диван, вот такие бабушкин варианты, вот купятся, да, вот. Ага, все супер. Писота. Всего 500 рублей. Да. У меня такой вопрос к тебе. Смотри, я очень люблю такие вот шорты, ну, типа черные колготки, черные там, какая-нибудь водолазка и сапоги. Это лошня или нормально? Нет, это нормально. К моему сожалению, потому что мне не очень нравятся такие образы, это сейчас вернулось. Особенно актуальны, кстати, шорты в коже. Мы можем, да, в коже, да. И мы можем видеть, что масс-маркет у нас завален вот такими вот вариантами, да, такая юбка. Шорты. Да, у кого стройные ножки, почему бы и нет, хорошие ботиночки, да, на плоском ходу, интересные колготочки и вперед. А если на каблуке, это бульгарно? Ну, это немножко уже с такой заявкой на приключения, я бы так сказала. Спрашивает, говорит, юбку миксовать надо еще с кем-нибудь худи, говорит, есть какой-нибудь худи яркий? Я говорю, нет. Она спрашивает. Как ты живешь, Женя, просто как ты живешь? Лошня, лошня. Поэтому мы здесь, собственно. Мы собрали вообще такую хорошую рабочую капсулу вот так вот, меньше, по-моему, за полутора часа. Как это говорится? Меньше, чем за два часа. Слушай, вопрос такой у меня. Сегодня 14 февраля, ребята. Да, кстати, с любовью. Есть какие-то, типа, не знаю, что подарить нужно в февраля, раз мы на садоводе? О, боги, ты у меня спрашиваешь? Я, конечно, могу посоветовать трусы с ним купить? Я думаю, может, какой-нибудь свитерок или это тупой подарок? Нет, это почему? Неплохой подарок, но я думаю, что это так и все индивидуально, да, то есть вы должны стать, наверное, своей второй половиной. Я даже не знаю, у меня в тупик поставил такие вопросы, да. Но нет, как вариант, почему бы и нет. Купить все такие трусы просто, и он понравится, мне кажется. Да. Пупки. Отлично. Мне очень интересно, кто-нибудь когда-нибудь их покупал. Вот, ребята, напишите в комментариях, если кто-то носит такие трусы, что вам это дает? Кто-то серьезно, что он сейчас ознанится и напишет, что носит такие-то... Нет, там, вот такие такие смелые. Костюмы для юбочки всего 300 рублей. Можно, блин, накупить себе тут 155 штук. У нас даже костюмы за 650. Мы выбираем вот такую вот водолазочку, наш комплект с костюмом классическим. Но также я Жене рекомендую мешать нашу худи яркую с классическими брючками. И не бойтесь так сочетать, это называется эклектика. Сейчас это очень популярно, когда классический сегмент перемешивается с каким-то casual или даже драматическим стилем. Смотрится это вот так и намного интереснее, чем обычные джинсы и худи. Он прыгал в том, что мне потом надо перенуться домой и все это делал на себя день, чтобы вам показать. А мне кажется, у меня просто сломается мозг, пока я буду вспоминать, что куда к чему. Потому что очень много всего, очень просто. Лида тут, естественно, всех уже знает и продавцы говорят, слушай, дай свой инстаграм. Это я. Мы на этом же, найдем ссылку внизу в описании. У Лиды там много очень полезной информации. Собственно, я ее в инстаграме и нашла. Да, мне было очень приятно. Я с удивлезом. Ой, боже мой, нашли. Я в английском не написала. У меня вот так было. Лида уже ржет надо мной, что я набралась о шматье и забыла снимать. Пришли в отдел зонда бижутерии, потому что у меня по факту нет особо никаких украшений. Можно там на водолазочку что-то сверху вешать. Слушай, скажи мне, пожалуйста, тебе вот синкетизирует больше желтый вот такой металл или белый? Наверное, желтый. Ну, давай. Вот так вот. Упасть носом. Да, да, и упасть носом. Мы закончили вот эти все пакеты, там куча вещей. Лида пошла дальше, она сюда вот там своим делами занимается. Я еду домой, сейчас все это буду одевать. Половину вещей мы не мерили, потому что брали их точка, где отдают только оптом. И если вы хотите в розницу, там дают без примерки. Короче, я не удавалась за детали. Лида просто на глаз подбирала на меня, так что сейчас я приеду домой, все это буду мерить, снимать. Обязательно вам покажу. Субтитры сделал DimaTorzok Ну и все равно самый кайф. Это джинсы с белой футболочкой. Просто из-за вкусов. Просто из-за вкусов. Жопа у меня в этих джинсах хорошая. Ай! В общем, всем спасибо, что были сегодня со мной, с Лидой. Мы обновили мне полностью гардероб всего лишь за 10 тысяч рублей. Но, ребята, места знать надо. Большое спасибо тебе, Лида. Оставляю для вас ее ссылку на ее инстаграм в описании профиля. Я думаю, это самое будет ваше приятное и полезное знакомство. Лена Хворош, писайте свои голоса. Я хочу совместное видео.